Доброе утро, дорогие друзья! Музыкальные нотки сейчас присутствуют здесь в студии, потому что у нас замечательные, интереснейшие, талантливейшие музыкальные гости, которые расскажут нам обо всем и о чем-то конкретном. Вот так вот я умею конкретно заинтриговать всех. Мастер подводок вообще. Да. Юля, расскажи же, что за великолепная, фантастическая не четверка, а тройка сидит напротив нас и ждет, пока мы их объявим. Ну что, я хочу вам рассказать о том, что буквально на днях прошел фестиваль музыки «Шелковый путь», куда отправились наши ребята этногруппы «Аргмак». Вот, с чем они приехали, что они хотят вам рассказать, мы узнаем у них сейчас, потому что я уже готова вам их представить. Ну что, начинаем, друзья. Алик Гараев у нас сегодня в студии. Здравствуй, Алик. Здравствуйте. Когда на не виделись. Здравствуй, Алик. Далее, у нас здесь также Радмир Исмагилов. Привет, Радмир. Это не Радмир, это же Айрат. Как ты могла не узнать? А почему же мне так сказали? Ах, кто такой нехороший. Знаешь, почему я попросил тебя объявить? Почему? Потому что ты знал об этом, да? Чтобы избежать такой ситуации. Это наш великолепный, неповторимый думбрист Айрат Назиров. Все, друзья. Думбрист. Айрат Назиров, запомните. Я обязательно тоже запомнил. Думбрист. На думбре играет. Хорошо. Итак, ну я надеюсь, что в этот третий раз я точно не ошибусь. Ренат Рамазанов. Нет, это же Иван. О чем ты? Надеюсь, не ульдом. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Ну что, вы вернулись буквально на днях, я так понимаю, да? С этого фестиваля. Что там было? Где этот шелковый путь вообще проложен и где он проходил? Это самое начало, наверное, шелкового пути. Так, наверное, планировали организаторы. Потому что это была точка, откуда стартанула вся вот эта великая китайская стена. Первый камень вот там был заложен. И фестиваль проходил на площадке, где вот этот вот задник в виде китайской стены. Да, там самые древние стены китайской стены и храм. И прямо перед ним установлены огромные сцены. Географически где проходил? Это провинция Ганьсу, городской округ Дзяюйгань. Как вы запомнили? Я обязательно загуглю, если запомнил, и узнаю, что это за красивейшее место. Да, вот на фотографиях показывают, как это выглядело вблизи. Да, вот мы прямо сейчас, наверное, уже увидим как раз-таки эту китайскую стену. А, вот это Андрей, кстати. Это камень в твой огороде сейчас был. Запомни, как выглядели. Тот самый дворец, а внутри очень атмосферно и красиво. Прям, когда заходишь внутрь, погружаешься вот в то время, когда были шаолиньские монахи и так далее. На открытом воздухе вы выступали, как мы понимаем, да? Да, это окно мир. Ну, давайте, ребята, сейчас либо опровергнем миф, либо его подтвердим. В Китае очень много людей. Много ли людей было на вашем фестивале? То есть, прямо стадион? Вообще, очень много. 25 тысяч человек. Если 30. Да, если не 30, это по предварительным подсчетам. В чистое поле вышли. Мне кажется, 30, а того и более. Потому что мы, когда выезжали, машины до сих пор еще заезжали. То есть, там с дороги, с самой трассы до китайской стены такой, как бы, этот, ну, проезд, типа, как до места назначения, сколько километров, наверное, 3, может быть, там, надъехать. И вот это все было в машинах, на трассе машины, и народ за горизонтом просто уходил. И получается, там, ну, то есть, нередко. Фестиваль не удался, 50 тысяч человек всего пришло. Всего, да, да, да. А участников много было? А участников много было? Участников тоже много было. Были местные китайские коллективы. Это как у нас, например, если бы выступил Виктор Цой или ДДТ, там, то есть, такие... Именитые. Именитые, да, группы. И все-таки у них вот этот коммунистический строй, который они сохранили, они, наверное, только начали открываться миру, и вот влияние американской, западной какой-то культуры сейчас на них так очень, этот, оказывает большое влияние. Они пытаются подражать вот этому чему-то. То есть, а вот эти коллективы, которые по 20-30 лет играют, это, ну, такой советский такой, ракешник, да. Но хочется заметить, что аплодировали все-таки больше нам. Кстати, да, вот эти переводчицы, были казашки, девушки Карла Гаш и Дилара, они нам расскажут, что китайцы очень скупые на эмоции. И то, что, говорит, творилось сейчас, говорит, когда после вашего выступления, это, говорит, ну, удивительно, что китайцы могут так реагировать вообще. То есть, там, местные коллективы выступали, и мы, получается, раскачали китайцев. Как это звучит? Раскачали китайцев. Этногруппа Аргену. Мы раскачаем китайцев. Ребят, сколько дней там провели? Почти неделю, да? Да, около недели где-то так, наверное. А по-китайски что-нибудь можете нам? Нихао. Ой, господи! Да слышали мы это, Нихао. Удивили, удивили. Эти люди заявляют, что могут раскачать китайцы. И говорят нам Нихао. На самом деле, Нихао, это, так сказать, производная от Нихаль. А что такое Нихаль? Нихаль, это как дела по башкирски. А что вы удивляетесь? А что вы удивляетесь? Ты не знаешь. Кирилл Сергеевич Голосков. Что вы удивляетесь? А еще, знаете, в Башкортостане есть такой род, называется он Катай. Вот, и... Я пошел, ребят, по-беседуйте, поговорите. Ну, что там, что там, пророк? Халоп! Где? Где баня моя? Затопрой! Ё, быстрее, давай! Наверное, дедушки наши, этот, походили достаточно по миру. А еще мы выучили фразу, которую нас просили записать приветствие. Помните? Чу, джя, я говорю. Чинг, гуан, джао. Чинг, гуан, джао. Чинг, гуан, джао. Это был первый этап фестиваля, как мы понимаем, да? Или он, говорите, что он стартовал? С самого начала, то есть, можем сказать, фестиваль, потому что он проводился первый раз. И вот они только-только начали приглашать. Были с Бразилии, с Франции, с Финляндии, с Казахстана. То есть, следующий фестиваль через год будет, скорее всего, да? Ну, скорее всего, да. А организаторы нам сказали, что мы с вами, скорее всего, уже в этом году еще раз увидимся. Ух ты, как запомнились-то. После нашего выступления подошли. Сколько там? Порядка трех-четырех провинций Китая уже обратились к организаторам фестиваля. Вас хотят... Зажгли, зажгли, в общем, одно слово. Это, то есть, как у нас глава Чеченской республики присуждает звание народного артиста. К вам тоже так подошли, сказали, хотите звание народного артиста китайской... Ну, не народной республики, да, а Китая. Какие-то предложения вам интересные поступают, да? То есть, я не знаю, переманивают вас с Россией-матушкой в Китай? Или просто... Мы не будем всех секретов раскрывать? Мне тоже расскажите. Переманить вряд ли получится, потому что мы ужасные патриоты. Но покататься, поездить мы... Не против, да. А мы не против послушать что-нибудь, что вы сыграете? Ну, с утречка, чтобы... Ну, давайте, чтобы хорошее настроение было у всех. Подтанцовка шикарная. Вы не подумайте, что Алик халтурит, на самом деле, буквально за пять минут до того, как выйти в эфир, его музыкальный инструмент, к сожалению, сломался. Мы перестарались в настройке, мы просто хотели, чтобы звучало лучше, но получилось. Да просто уронили, чего что-то говорили. Ладно, ребят, ну, это очень круто, это очень здорово, мы вами гордимся. Вы постоянно к нам приходите в гости и рассказываете какие-то удивительные истории. А нам завидно, честно говоря. Я вот сижу и завидую. Вот вы в Китае побывали, да? На 30-50 тысяч на публику выступили. Вам какие-то предложения поступают. Вас еще будут звать в другие страны. Вы познакомились с очень интересными людьми. Кирилл, ну, никогда не поздно. Тоже научиться играть на Кура и... Подождите, я к чему еще это клоню? Вам балалайшник в группу? Только лошкарь, наверное. Меня во дворе все лошкарем во дворе назвали. Эй, лошкарь, лох, эй! Иди сюда! Я говорю, все, я лошкарь, да. Ну что, спасибо огромное, что пришли. Надеюсь, что не последний раз видимся. Я надеюсь, что с тобой видимся в последний раз. И ты сейчас уйдешь вместе с ними. На самом деле, все это шутки. Я не буду разжигать конфликты. Друзья, Узро в столице продолжается. Не переключайтесь, мы всегда с вами. Кирилл Глазков, Юлия Могуина. Спасибо. Спасибо.